Вот я горжусь тем, что дворники в Бельцах получали зарплату 1800 лей, значит, работали участниками, вот это та самая мусорная мафия, мне тоже возбудили дело об угрозе убийством, после того, как вы обещали закатать в асфальт. Да, значит, в результате этих проходимцев прогнали, все дворники были трудоустроены на муниципальном предприятии, сегодня дворники, мне жалко железнодорожников, приходил к ним, дворники в Бельце, знаете, сколько получили? 4500-5000 лей зарплата дворника в месяц, то есть таких зарплат в стране нет, но я не имею права, к сожалению, поднять зарплату госслужащим, я сколько говорил всем бывшим примером, ребят, у нас юрист получает 5000 лей, начальник отдела, у нас сегодня уже в управлении, внешних связей, привлечении инвестиций, были зарплаты 3500-4000 лей, вы понимаете, что сегодня либо приходят дети богатых родителей, которым купили квартиру, машину, кладут им что-нибудь в карман раз в неделю на расходы за счет семейного бизнеса, а очень есть количество патриотов, которые не уехали, а остальные не уезжают за границу, я говорю, если я не прошу дополнительных денег, разрешите нам регулировать зарплату, вот как регулируются зарплаты от дворника до директора муниципальных предприятий, меня критикуют, вот смотрите, у усатого на муниципальных предприятиях директора получают зарплату 20 тысяч лей в месяц, Лиль, вы поймите, если вы требуете борьбу с коррупцией, вот эти все, кто кричат, ботаники по телевизору, вы создайте людям условия, за счет чего они будут жить, а потом боритесь с коррупцией. Ботаники это кто? Ботаники это некоторые партии, которые кричат с утра до вечера про борьбу с коррупцией. А чего вы не назовете эту партию? Или это не одна партия? А их много, они почти все. То есть не важно, это справа или слева. Это те же, которые думают, что хлеб выпекают на сметане, да? Совершенно верно, да. Потому что вы поймите, я для себя... А почему вы их тогда не называете? А почему не называете? Послушайте, вот я считаю, что 80% ботаников у ПАСа, конкретно. Значит, у социалистов не могут кричать по определению про борьбу с коррупцией, потому что они, большая часть из них является символом, хотя там есть нормальные ребята, депутаты. Они все еще хорошие люди. Да, нет, я же говорю, есть и среди депутатов, и среди людей, которых я знаю, в районах есть. То есть поэтому я вот слышу, отрадим инвестители, крем, кондитии, инвеститория. Какие кондитии? Ребята, у нас нет профессиональных сварщиков, плотников, токарей. Я говорил с десятками инвесторов, от мелких до крупных. И первый вопрос, который они задают, профессиональные рабочие руки. Продолжение следует...